Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Разбираем события фундаментального характера минувшего дня и смотрим, как эти события повлияли на те инструменты, которыми мы продолжаем с вами спекулировать. Центральная тема на рынке не меняется, друзья. Может быть, кто-то из вас уже устал от Ближнего Востока, от новостней оттуда. Я, в принципе, не очень, потому что благодаря этому новостному фону мы видим то, что интерес к площадкам сохраняется, и поскольку волатильность растет, мы говорим о том, что у нас есть очень много шансов, более высокая вероятность полагать, что мы сможем продолжить развивать те тренды, которые сейчас на рынке, на мой взгляд, крайне очевидны и понятны. Это общий тренд, который предполагает повышенный спрос на защитные инструменты, в частности, именно японскую иену мы и покупаем, и повышенный спрос на бегство, скажем так, инвесторов из риска. Это приводит к распродажам австралийца, новозеландца, евро, британская валюта. Вот немножко, конечно же, подводит нефтянка, которая растет, хотя, наверное, с учетом того фундамента, который сейчас сложился, это более-менее можно объяснить. Но я стараюсь, друзья, смотреть чуть подальше и находить все-таки причины, по которым бренда все-таки не стоит рассматривать как актив, который будет двигаться только в одном направлении, предполагающем его дальнейшее укрепление. Вот на этой ноте давайте перейдем к бренду, который сейчас торгуется чуть выше 72-70 долларов за баррель. Очевидно, что, поскольку мы прорвались выше 72, нужно сказать, что участники рынка положились на фундамент, связанный с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. И как раз опасение за то, что, в конце концов, инциденты с нефтеперекачивающими станциями, с непосредственно самими танкерами Саудовской Аравии и, можно сказать, инциденты, где фигурирует сейчас Саудовская Аравия, Иран и США, все это, в конце концов, может привести к определенным срывам поставок из этого региона, ну и, в частности, через Ормутский пролив. Мы помним то, что Штаты буквально категорически так обвиняют во всем Иран. Если немного, опять же, пораскинуть мозгами, вспомнить, после того, как Штаты с 1 мая решили не продлевать освобождение от санкций тем странам, которые продолжат покупать иранскую нефть, мы ранее пришли к выводу, что это усиление санкций против Ирана и допустили, что жесткая позиция США, в конце концов, может заставить Иран перейти к тактике военных угроз. И, в частности, активность в Ормутском проливе, она предполагает подобного рода действия. Но Иран не взял на себя ответственность за то, что сейчас происходит. И, фактически, мы, если и можем сделать выводы о том, что Иран к этому причастен, то только лишь по отдельным осуждениям и прямым обвинениям Соединенных Штатов Америки. Но я уверен, друзья, в том, что вы люди мыслящие, знаете, что такое диверсия, саботаж, знаете, что такое фактически спекуляции и провокации. И можете сами прикинуть, кто все-таки главный действующий персонаж в этом конфликте. Возвращаясь в целом к Ближнему Востоку, я признаю, что когда есть угроза срыва поставок, это, безусловно, позитивный фактор. Но в данном случае, развивая эту тему, мы говорим о том, что на рынке могут возникнуть проявления своего рода дефицита предложения. Поскольку, скорее всего, если Штаты продолжат закручивать вентиля иранского производства нефти, это может потенциально еще убрать с рынка от, скажем, 400 до 700 тысяч баррелей в сутки. Но я считаю, что мы можем использовать этот фундамент как еще одно доказательство того, что перед странами ОПЕК+, открываются сейчас горизонты, позволяющие им увеличить производство нефти. Мы уже очень скоро будем говорить о завершении первого полугодия 2019 года, когда истекает срок действия этого соглашения. И, соответственно, при текущем фундаменте абсолютно очевидно, что после, опять же, первого полугодия страны ОПЕК+, начнут активно увеличивать производство, чтобы решить вот эту гипотетическую проблему того, что мировая экономика не досчитается определенного предложения. То есть это, друзья, негативный фактор. Мировая экономика не будет существовать в условиях дефицита сырья. Нефти будет много. И фактически страны, которые я назвал, страны ОПЕК+, они ждут отмашки, которая должна позволить им увеличить производство нефти. Вы должны также понимать, друзья, что очень высокие рейтинги Трампа в преддверии скорых президентских выборов несовместимы с высокими ценами на топливо. Это тоже еще один фактор, указывающий на то, что цены должны развернуться. Если не в моменте, могут они еще подрасти. Я допускаю, Ближний Восток дело тонкое. Но я всегда в качестве козыря держу про запас возможной интервенции со стороны Трампа. То, что он главный в спекулянтных площадках, это факт. И может, соответственно, привести к распродажам на рынке углеводородов. Я советую, друзья, ставить на прежние риски для глобального экономического роста, особенно после вчерашних комментариев Кристин Лагард, которая признала, что сейчас мировая экономика переживает чуть ли не худшие времена за последние 10-15 лет. И спад будет значительным, если противостояние между отдельными странами, в данном случае США и Китаем, усилится. Поэтому факторов достаточно. Рост предложений со стороны страны ОПЕК+. Более слабые темпы мирового экономического роста. Вот, пожалуйста, горизонты для того, чтобы мы снова... Возможности для того, чтобы мы снова ушли ниже 70 долларов за баррель. Доллар иена 109.71. В статистике было не так уж и много. Заявки на пособие по безработице. 212 тысяч. Хороший показатель. Но в целом, в сути дела, это не меняет. На рынке присутствует только одно лишь желание. Это защитить свои капиталы через инвестиции в защитные активы. И мы видим, что, в принципе, доллар не очень активно прессингует против иены. Потому что шанс у него превратить, скажем, свое восстановление в нечто долгосрочное практически нет. Любая плохая новость, и тут же мы полетим в район 109. Будьте в этом уверены. Доходность американских отрезей сдерживается на отметке 2.38%. Это крайне низкие значения. Я думаю, что в целом они также еще отчасти отражают готовность трейдеров закладываться уже под возможность снижения процентной снатки. Еще негативный фактор для доллара. Фунт против американца. 1.27.90. Мы сделали нашу цель, друзья. 1.28. Я поздравляю вас. Можно выдохнуть, успокоиться, скажем, отдохнуть. Хороший повод с прекрасным настроением уйти на выходные. Но я уверен, что если мы будем в будущем на следующей неделе проводить новые сделки, они будут предполагать еще большее снижение фунта. Потому что вчера на рынке снова стали активно муссировать слухи о том, что Тереза Мэй подаст в отставку. Если она не сделает это в ближайший месяц, то 12 июня ее однопартийцы, скорее всего, предпримут еще одну попытку поставить вопрос на голосование о доверии премьер-министру. Вот он, недоверие и значительный риск. Но об этом уже поговорим позже. Евро против доллара 1.11.70. Друзья, сегодня в 12.00 данные по инфляции ждем. Я не сомневаюсь, что базовый наиспотребительских цен с текущих значений 0.9 может оказаться в районе 0.8. Снижение базовой инфляции – это отчетливое доказательство проблем с внутренним потребительским спросом. И, разумеется, еще одно доказательство того, что ЕЦБ будет и дальше придерживаться мягкой экономической политики. Поэтому ждем подробности от ТЛТРО операции. Я думаю, что на следующей неделе они уже будут, но в перспективе двух недель. Видим то, что евро снижается. Цель 1.10-1.11 выдерживается. Австралиец и новозеландец валятся вниз. В частности, австралиец под давлением, потому что Резервный банк Австралии вчера сделал заявление о том, что ставки будут снижены не в августе, а раньше. То есть на июльском заседании. Получается, совсем чуть-чуть осталось. Готовьтесь к этому. И цель 0.66-0.65 это вполне реальный ориентир. Новозеландец снижается сейчас, потому что несколько часов назад вышли данные по индексу цен производителей. Снова проблемы с инфляцией. Очевидно, что основной показатель потребительских цен будет снижаться, поскольку цены, закупочные цены производителей находятся на минимальных значениях за много лет. Даже интересно посмотреть, за сколько. Минус 0.9% в годовом выражении. Доллар канадец, друзья, на пороге мы отметки 1.35. Я говорил, что мы непременно доберемся до туда, потому что рынок не отработал негатив, связанный со плохими данными по базовой инфляции, которая снизилась на 0.1%. На этом фоне мы сделали вывод о том, что Банк Канады будет снижать процентные ставки. Поэтому теперь остается лишь дождаться, когда это решение будет принято. Ждем движения пары выше отметки 1.35. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.